Ну, почему именно все-таки Бурятия стала таким своеобразным символом воюющих на фронте россиян? Почему даже у Попы Римского возникли какие-то эмоциональные претензии к бурятам? Я хотела бы обсудить это с Александрой Гарможаповой, журналисткой, главой фонда «Свободная Бурятия». Александр, здрасте. Добрый вечер. Мы уже недавно с вами виделись. Да, в другом контексте. Ну вот не везет бурятам. Какой-то миф, какой-то штамп, связанный с тем, что никого более жестокого, разве что чеченцы, на войне, чем буряты, дошел аж до Папы Римского. Что меня, конечно, поразило сегодня. Как вы вообще оцениваете это? Вообще очень странно, что Папа Римский решил негативно высказаться сразу о представителях двух конфессий. Это о бурятах, то есть буддистах, и о чеченцах, то есть мусульманах. Таким образом, по его словам, получается, что мусульмане и буддисты отличаются особой жестокостью. Мне кажется, что Папа Римский не должен делать подобных легкомысленных заявлений. Это первая реакция. Вторая, конечно, была, если мы будем следовать логике Папы Римского, то тогда мы вспомним, например, о том, что в Италии всегда были очень известны такие организации, как Коза Ностра и другие мафиозные группировки. Можем ли мы утверждать, что все итальянцы, например, являются жестокими мафиози? Нет, не можем. Также мы можем продолжить логику и сказать о том, что Папа Римский, Франциск, он, насколько я помню, родился в Аргентине. Именно в Аргентину бежали после Второй мировой войны нацисты. Можно ли утверждать, опять же, что Папа Римский является продолжателем традиции? Нет, нельзя. То есть вот эта попытка у него обобщить, она, конечно, вызвала очень большую бурю возмущения. Мы уже наблюдаем в среде бурят. Буряты начали сразу же напоминать Франциску о том, что не хочешь ли ты разобраться, например, с педофильским лобби. Скандалы с Атрисалемом всегда знаем католическую религию. Не знаю, как это сформулировать. И, соответственно, можем ему утверждать, что все католические священники – педофилы. Нет, не можем. Но Папа Римский, получается, своими действиями у нас подталкивает к тому, чтобы мы начали обобщать. Далее по тому, что он пытается сказать о том, что буряты – самый шестойкий. Недавно генеральная прокуратура Украины уже назвала официальных подозреваемых в зверстах, например, в Гуче. И этими подозреваемыми оказались, к слову, псковские десанты. Я вовсе не буряты, как опять же пытались поначалу многие утверждать. И я, например, неоднократно общалась с бывшим замминистра информационной политики Украины. Мы были известны журналисткой украинской Татьяной Поповой. И она опять же говорила, что она беседовала с психологами, которые работают жертвами на делах в оккупированных территориях. И эти жертвы также рассказывали, что изнасилование совершали в основном представители славянской внешности. Я цитирую Татьяну Попову. Поэтому то, что получилось, что на бурят пытаются повесить всех собак, ну, это ожидаемо, потому что это гораздо удобнее сказать о том, что это некие дикари с национальных окраин. Удивительно просто, что Папа Римский последовал этому примеру. Ну, тогда мы Папе Римскому скажем, хорошо, Папа Римский, твой предшественник, например, Бенедикт XVI, если не ошибаюсь, вообще в юности состоял в Гитлерюгенте. Тоже давайте обсуждать этот факт. Поэтому Папа Римский имеет очень много проблем, прежде чем обсуждать, опять же, бурят. И, заметьте, в этом интервью, например, Путина старается не называть виновником войны, очень старательно его обходит, но при этом почему-то бурят с чеченцами называет. У меня сложилось такое впечатление, что Папа Римский очень старательно выгораживает Владимира Путина, потому что мы пометуем о дружбе различных итальянских бизнесменов, итальянской элиты с российскими олигархами, в частности, например, Сильвии Брускони, большой друг Владимира Путина. Вот так Александра Гарможапова ответила за всех бурятов Папе Римскому, обозначив и проблемы в его огороде, скажем так. Действительно, меня тоже поразило это интервью именно вот этим вот общенациональным обобщением, до которого, конечно, наверное, понтифик не должен был опускаться. Спасибо. Это была Александра Гарможапова, журналистка, глава фонда «Свободная Бурятия».